МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Ольга Панова. Сегодня в выпуске. На связи главы муниципалитетов обсуждали пожарную обстановку в режиме онлайн. Земля раздора или затяжной конфликт в деревне Атлашево. Неопознанный подземный объект, что обнаружили строители на дне котлована. Итоги приватизации государственного имущества, работы у промышленного комплекса и подготовку к весенней пассивной кампании обсудили сегодня на еженедельном совещании у главы республики. 2014 год начался в целом неплохо для экономики Чуваши. Индекс промышленного производства в январе поднялся до 110% и вывел республику на первое место в Приволжском федеральном округе. Однако достижения неравномерны. Рост продемонстрировали только 6 видов промышленности из 12% и вилка от 195% до 66% к уровню прошлого года. По итогам января текущего года в режиме наращивания объема производства сработали этого. Мы обсуждали на встрече с промышленниками это вагон, в действительности так, ЭЛАР, ЭКР, ЧАЗ, ВНИР, из-за этого имени Чапаева, электроформат, электроприбор и ряд других предприятий. Причем у нас к соответствующему периоду прошлого года увеличился выпуск целого ряда продукции. В частности, увеличили количество грузовых вагонов в 4 раза, электродвигателей, генераторов, трансформаторов в 3 раза, навигационной аппаратуры в 2 раза, электрической и распределительной регулирующей аппаратуры в 1,5 раза и ряд других позиций. Не очень убедительно выглядит пищевая промышленность. Производство составило 94% к уровню 2013 года. Это непонятно. Спрос на продукты питания меньше не стал. Продукты питания на сегодняшний день не востребованы. Воды, которые разливают на сегодняшний день, прежде всего, безалкогольные напитки тоже люди потребляют. Конкуренции наши или не выдерживают, или непонятно, что там еще может быть. По каждому предприятию в отдельности надо будет проработать совместно с городскими властями. Итоги приватизации государственного имущества озвучила министр имущественных и земельных отношений Светлана Янилина. Из 337 объектов, включенных в программу 2013 года, приватизирован 201. Столицы Чувашии, остальные города и некоторые районы выполнили свои показатели в полном объеме. И за счет этого выручка заметно превысила ожидаемую. Всего доходов от приватизации в прошлом году в республиканский бюджет поступило 559 миллионов рублей. Из них доходы от продажи пакетов акций составило 415 миллионов рублей. Доходы от продажи объектов недвижимости и нового имущества 43 миллиона рублей. Сама по себе сумма выросла по отношению к 2019 году 3-4 раза. Глава Чувашии Михаил Игнатьев заметил, приватизация государственного и муниципального имущества это реальный способ привлечения инвестиций. И главам муниципалитетов необходимо уделять ей более пристальное внимание. На совещании обсудили ход подготовки к весенней посевной кампании. В целом намеченные планы по засыпке семенного фонда и закупке минеральных удобрений районы выполняют. Кроме того, министр экономического развития Владимир Аврелькин рассказал, в Сочи начала свою работу большая выставка регионов России, на которой представлена и Чувашская республика. В день открытия президент страны Владимир Путин посетил и нашу экспозицию. В Русском доме представлены все федеральные округа, в том числе и Приволжский федеральный округ, куда мы и уходим. Представлено от Чувашской республики это традиция наша, это культура, это социально-экономическое развитие, это наш этнос. Поэтому это не специализированная выставка. Эта выставка, она демонстрирует общее положение республики в России. Елена Кальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Основные болевые точки, на которые необходимо обратить внимание, обсудили на видеоконференции с главами муниципальных образований. Главная проблема на сегодня – возросшее количество пожаров. На 14 февраля этого года количество пожаров в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 23%, количество погибших – на 42%. Основные причины пожаров. Первое, на сегодняшний день – это нарушение правил устройства эксплуатации печей. Из 136 пожаров – 50 пожаров именно по этой причине. В этих 50 – 23 случаи – это пожары, это бани. Среди других причин – нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. Выросло число пожаров и погибших в Красночитайском, Вурнарском, Парецком и Янтиковском районах. Главы этих муниципалитетов отчитались, какие меры предпринимаются для обеспечения пожарной безопасности. Основные меры – встреча с населением, раздача информационных материалов и обход дворов. Во время одного из таких рейдов было замечено, что почти во всех домах, где возможны возгорания, пьющие хозяева. Кроме того, почти половина погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Михаил Игнатьев отметил, что необходим анализ эффективности проводимой работы. Нужно более четко доводить информацию и контролировать каждую неблагополучную семью. Все они должны быть взяты на учет. В деревне Отлашево Чебоксарского района 4 года продолжаются судебные тяжбы за земельные паи между местными жителями и СХПК Отлашевский. Долевики, пожелавшие оформить свои земли, исправно платят налоги, но не могут пользоваться своими долями. Почему? Ответ в специальном репортаже Регины Кубайкиной. Специализированный овощеводческий совхоз 25-й съезд КПСС, мелиоративной системой. Именно так назывался дореорганизация нынешней СХПК Отлашевский. О былой мощи совхоза ходят легенды. Впрочем, и нынче он на слуху. У нас совхоз в 90-х годах оформил долевые хозяйства. 1319 долей должно было быть, 2900 гектаров. Но в 2008 году у нас собрание долевиков было, начали оформляться. И вот до сих пор не могут оформить. 400 где-то долей людей на долю права вжали, но на месте не могли оформиться и пошли в судебные процессы. Сейчас судебный процесс, никаких действий не идет. Регипалата закрыла все это. Сейчас кто хочет отказаться, и отказаться не могут. И кто хочет оформить, и оформиться не может. Николай Бодров в родном совхозе проработал за рулем трактора 45 лет. У него есть видительство о регистрации права собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, выделенного в счет земельной доли. И им он обзавелся в 2012 году. Хотим организовать или фермы хозяйства, или же оставить детям, подарить. Остальная часть долевиков, их около 400, по-прежнему отстаивает свои права в суде. Именно с этой целью выбран председатель инициативной группы. Солхоз Атлашевский начал судиться с нами, с древиками. Якобы земли ихние. Что это по всяким причинам. Мы в арбитражном суде Чувашской республики раз, наверное, 50 соседаний были. И много судов было. Три раза апелляционным суде участвовал Владимир, два раза конституционным на Нижнем Новгороде. Мы сумели получить часть регистрации на долю земель. Налоги плотим, налоги плотим. Но земли препятствуют решениям суда. Каком этапе, я не знаю, потому что уже восьмого года сколько судимся. И конца края не видно. Будем судиться до конца. Валерий Скачков полгода назад стал фермером. Оформил земельные доли, унаследованные от матери. Посеяв многолетку, обеспечивает конно-спортивную школу тюкованным сеном. В перспективе есть и другие планы. Я эти земли оформил, потому что я здесь недалеко живу. Ездить далеко в наше время, топливо дорогое. Например, даже убирать урожай, это будет накладно. Хочу, как бы, хотел завести мини-ферму построить. Но пока все под вопросом. Юрий Скачков опасается, и не безосновательно, что земли у него могут отобрать и вновь вернуть хозяйству. Директор СХПК Атлашевский Сергей Аночин отказался комментировать эту спорную ситуацию, выразив мнение, что суду виднее. Почему же Атлашевские земли стали яблоком раздора? Когда началась реорганизация колхозов и совхозов, Советом министров Чувашской республики было принято постановление в апреле 1992 года, в соответствии с которым порядок реорганизации колхозов и совхозов не распространялся на отдельные сельскохозяйственные предприятия. Впоследствии этот 25-й съезд КПСС был переименован в СКПК Атлашевский. И суд тоже, опираясь на это постановление, сделал вывод, что земельные доли не могли гражданам собственность передаваться. Получается, что из-за невнимательности прежних руководителей, забывших про постановление 1992 года, спустя почти 20 лет, людям дали земли, которые по закону нельзя делить. Окончательную точку в этом споре должен поставить суд. Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. Постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставление земельных участков на строительство. Эти и другие услуги сельские жители могут получить в библиотеке. С прошлого года они работают в режиме многофункциональных центров. Как восприняли новшества жителей села, выясняла наша съемочная группа. На селе библиотекарь всегда воспринимался как человек, который может найти ответ на любой вопрос. Если раньше они объясняли, куда идти с той или иной проблемой, то теперь многие услуги оказывают сами. Кошмарская библиотека в режиме многофункционального центра начала работать в июле прошлого года. Нам стало очень интересно, как этот проект будет реализован. И мы понимаем, что для населения это большой плюс, это удобно, упрощаются процедуры получения услуг. И мы со своей стороны, районный МФЦ, подключились к этой работе тоже с интересом. Татьяна Вьюшкина уже успела воспользоваться появившимися возможностями. Многодетная мама в конце прошлого года написала заявление на получение земельного участка. Раньше ей пришлось бы поехать в районный центр. Теперь достаточно с паспортом и свидетельствами о рождении детей прийти в библиотеку. Уже через месяц постановление на руках. При оформлении документов у библиотекарей еще возникает много вопросов. Но в любое время они могут связаться с коллегами или с техническим куратором проекта. Для своевременного и качественного оказания услуг библиотеки снабдили всем необходимым оборудованием. Компьютером, принтером, видеокамерой. Сейчас они предоставляют 25 муниципальных услуг. Но также в библиотеках должно быть организовано предоставление и государственных услуг. Перечень услуг будет расширяться. Для этого они систематически проходят обучение. За полгода Кошмарской библиотекой выдано 13 документов. Сейчас главное рассказать жителям села о нововведениях, считает заведующая Ольга Семенова. Для этого библиотекари выступают на школьных собраниях, печатаются в районной газете и встречаются с жителями деревень. Надежда Яковлева, Николай Яковлев, Республика. Первые студенческие отряды появились в далеком 1924 году. В свободное от учебы время студенты-активисты Советского Союза работали на различных объектах народного хозяйства республики. Деятельность такого рода выявляла в студентах творческое начало и приучала к труду. Студенческие отряды и по сей день играют важную роль в жизни учащейся молодежи. В Институте образования впервые состоялся всероссийский молодежный праздник – День российских студенческих отрядов. Светлана – будущая учитель русского языка и литературы. Работа с детьми – ее призвание. Три лета подряд она проводит в детском лагере в качестве вожатой. Однако в педагогический отряд, который занимается вожатской деятельностью, она попала случайно. В УЗИ у нас проводился набор, увидела объявление, что набираются вожатые в педагогический отряд «Камушки». Пришла в наш студотдел, который работает в УЗИ, записалась, пришла на первое собрание, посмотрела ролик, мне очень понравилось, заинтересовало это. И в 2011 году первый раз я выехала на Черное море в составе педотряда «Камушки». Отработав лето, я поняла, что я хочу еще, мне очень понравилось, и сейчас я уже не могу бросить эту деятельность. Российские студенческие отряды стали преемниками студенческих строительных отрядов, которые существовали в Советском Союзе. Функции их с тех пор заметно расширились. Помимо работы на стройках, студенты трудятся в оздоровительных лагерях, в сельском хозяйстве, сервисной службе. Но самые популярные и многочисленные – педагогические отряды. Сегодня за наш круглый стол мы пригласили командиров и комиссаров студенческих трудовых отрядов «Чувашия», чтобы обменяться своими новыми мыслями, увидеть какие-то перспективные планы, наметить новые объекты для нашей работы. Я думаю, что вот этот круглый стол поможет в дальнейшем развивать сотрудничество между вузами, между работодателями. Ну и, конечно же, будем сегодня же рассказывать о добрых традициях, которые зарождались еще далеко-далеко в далеком прошлом. В разговоре приняли участие командиры и участники педагогических, сервисных и строительных отрядов республики. Старшее поколение передало эстафету современным студентам. В завершении активных участников РСО наградили грамотами и медалями, которыми они, как настоящие бойцы, украсили свою форму. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. В Минстровичу Ваши подвели итоги республиканского конкурса по благоустройству. Победителями стали Вурнарское, Чубаевское и Кугейское сельские поселения. Комиссия оценивала, как реализуются целевые программы, идет строительство, насколько активно ликвидируется ветхое аварийное жилье, благоустраиваются и озеленяются территории. Победители конкурса разделят между собой призовой фонд в 1 миллион рублей. А в столице Чувашии в начале марта станет известен победитель конкурса дом образцового содержания. Прием заявок уже начался. В этом году дома будут оценивать по трем критериям. Лучшие среди домов со сроком эксплуатации до 5 лет включительно, со сроком эксплуатации до 15 лет включительно, а также от 16 лет и старше. Лучшим в каждой категории присвоят звание дом образцового содержания и денежное поощрение – 120 тысяч рублей. Итоги общегородского смотра конкурса будут подводиться с 1 по 5 марта. Обнаружили неопознанный подземный объект. Вот такая история произошла на одной из строительных площадок Чебоксар. Когда на место приехали специалисты, объект опознали. Выяснилось, что находка – настоящий клад для науки. Что же такого откопали рабочие, поехала посмотреть и наша съемочная группа. Центр города – 100 метров от Калининского моста, строительная площадка. Казалось бы, ничего интересного. Однако стоило копнуть глубже, и котлован превратился в объект исследований. Неожиданно на глубине 4 метров строители обнаружили нечто сложенное из кирпича. Осмотревшие находку археологи предположили – это часть большой печи, которая служила для производства керамических изделий, кирпича или даже посуды. Причем построили ее предположительно в 17 веке. Вот здесь арочная система, мы видим, она сложена из рядов кирпичей, и между ними промежутки пространства, откуда, видимо, выходил жар. И эта арка сложена сначала из вертикальных кирпичей, мы видим. Вот здесь вот такие вот большимерные кирпичи, большие, широкие, 8 сантиметров примерно их ширина. Именно по размерам кирпичей специалисты предположили, что это за сооружение и каков его возраст. Кстати, догадки подтверждаются и историческими документами. К примеру, на старинных картах здесь значилась улица с говорящим названием – Гончарная. В 17-18 веках это был пригород, и здесь располагались опасные для деревянного города горячие производства. Мы знаем, что как раз в это время, на рубеже веков, началось активное каменное строительство в Чебоксарах, и Чебоксары начали приобретать современный облик. Еще нам интересно это с той точки зрения, что это собственное производство кирпича в Чебоксарах. И, конечно же, уникальность этой находки в сохранности. То есть никогда ранее археологам не попадали в руки, можно если так сказать, такой сохранности печи. Они, кстати, были временными, разбирались. Мы по историческим документам знаем, что, чтобы не платить налоги, сами руководители этих производств разбирали на зиму эти печи. И еще поэтому нам никогда, возможно, не удавалось находить их целыми. Сейчас целостность находки ничего не угрожает. Как выяснилось, строительству она не мешает. На некоторое время печь планируют законсервировать. Сейчас мы делаем подпорную стену. И между печкой, которая не на нашей территории, и нашей подпорной стеной должна производиться обратная засыпка песком. Мы защитим входы печи фанерой негниющей. И произведем обратную засыпку. В дальнейшем на этом месте планируют провести полноценные раскопки. Они позволят точно установить назначение и возраст находки. Да и кто знает, что еще скрывает земля в самом центре города. Ольга Пырочкина, Регина Кубайкина, Александр Петров. Республика. В Национальной библиотеке прошла презентация новой книги члена Союза писателей России Ольги Тургай «Дорога через поле». Ольга Тургай известна как прозаик и публицист. Она работала в журналах «Хадрбул», «Елав» в газете «Коммунизм Елави». Литературой Ольги Николаевны занялась в начале 80-х. «Дорога через поле» – четвертая книга писательницы. В нее вошли разножанровые произведения, предназначенные для семейного чтения. Ее образный, лаконичный язык, умение кратко и точно выразить свою мысль сразу же подкупают читателя. Книга проиллюстрирована дочерью, художником Элимби Тургай. Есть люди, которые не могут не выразить самих себя. Им очень необходимо производить некий продукт. То есть художники производят картины, писатели производят, соответственно, книги. И если нас лишить этой возможности, то в этом случае мы уже перестанем быть самими собой. С двумя победами вернулся из Москвы вокальный ансамбль «Престиж» Чебоксарского музыкального училища. Студентки второго курса Анастасия Павлова, Мария Еремеева и София Козлова принимали участие в международных конкурсах «Арт-караван» и «Бегущая по волна». В первом девушки завоевали гран-при, а во втором стали лауреатами второй степени. Девушки занимаются вокалом еще со школы. Поступив в музыкальное училище, решили петь вместе. Уже в составе ансамбля не раз участвовали в республиканских конкурсах и фестивалях, но подобного успеха добились лишь сейчас. Наш ансамбль выехал за пределы Чувашии впервые. Москва – очаровательный город. Нам очень понравилась организация конкурсов. Их участниками стали коллективы с разных концов России. После нашего выступления к нам подходили члены жюри, восхищаясь и расспрашивая о нашем ансамбле. Публику и жюри покорило выступление нашего ансамбля. Анастасию Павлову, Марию Веремееву и Софию Козлову конкурсом готовила преподаватель Чебоксарского музыкального училища, певица и хоровой дирижер Елена Орехова. Она сама поет в ансамбле «Иволга». Они очень хорошо дружат, они такие очень активные девочки. Очень много занимаются, очень хотят много узнать. Поэтому, видимо, вот это все вместе вот так вот сложилось. И мы дополнительно занимаемся, потому что у нас такого предмета сейчас, они занимаются только вокалом у меня. И мы находим какое-то время, причем они это делают с очень большим удовольствием и желанием. Поэтому мы занимаемся дополнительно, а особенно когда конкурсы, подготовка к конкурсам, то это, конечно, мои воскресные дни. В общем, в любое свободное время мы стараемся, конечно, встречаться дополнительно. Вот так вот и получилось. Поэтому у них есть цели, поставили себе и достигли каких-то результатов. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин